Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на библейском портале Экзегет. С вами священник Стахик Латвин. И, как обычно, по уже сложившейся традиции, мы разберем сегодня с вами один-единственный стих, уделим ему все свое внимание, разуму, постараемся и душой как-то над ним поработать, для того, чтобы максимальную пользу не упустить. Даже, может, не приобрести, может, не хватит у нас сил ее приобрести, но хотя бы не упустить возможность, опираясь на нее, сделать очередной маленький шажочек к Царству Небесному. Сегодня тоже как раз мы будем говорить про Царство Небесное, про вечную жизнь и, как уже было анонсировано в заголовке, попытаемся разобраться, нужна ли все-таки зелень для вечной жизни. Давайте откроем четвертую главу Евангелия от Марка и прочтем 28 стих. «Ибо земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе». Вспомним для контекста, что это за притча. Это притча, коротенькая, буквально четыре стиха про то, как Царство Небесное уподобляется бросанию семя в землю. И вот человек, он спит, почивает, это семя растет, произрастает. И вот, наконец-то, появляются в этом стихе какие-то плоды. Однако, если мы посмотрим в начале стиха, это еще не плоды. В конце уже да, в конце полное зерно в колосе, а в начале зелень. Тут я бы предложил вспомнить куда более знаменитый кусочек Евангелия, который на слуху, который оказал такое заметное влияние на нашу общеевропейскую христианскую культуру, искусство. Это образ бесплотной смоковницы. Помните, Господь идет, смоковница растет, и у нее и листочки на ветру колышут, и сама, с ней все хорошо. Все хорошо, только нет плода. А вот зелень на ветвях шелестит, и Господь говорит, ну, не годится. Что ты и солнце, только тень бросаешь на землю, что ты из этой земли воду выкачиваешь. Нет от тебя плода. Зря, зря ты существуешь. И, конечно, это очень важное предостережение, потому что в этом предостережении мы задумываемся о том, а как бы у нас не, может, не духовная жизнь на самом деле, а может, у нас имитация духовной жизни. Однако этот стих, который сегодня мы читаем, он нас должен утешить. Утешить, но не должен наше расслабить. Потому что мы видим, бывает момент в нашей духовной жизни, может, не момент, а даже некоторый отрезок, период нашей духовной жизни, когда мы, правда, плода не приносим. И это нормально. Это хорошо. И прежде всего это надо помнить все-таки не в отношении себя, чтобы себя утешать, а в отношении наших ближних, которые рядом с нами, от которых-то мы плод требуем сразу. Потому что вот плод, как мы помним слова апостола Павла, плод духовной, любовь, радость, мир, долготерпение, бездержание, кротость, на таковых нет закона. А вот мы смотрим, ну и в себе как-то нет у нас, и любви мало, и долготерпение, но такое краткотерпение в лучшем случае, или вообще отсутствие терпения. А уж если мы посмотрим на ближних, то там вообще, в принципе, какие все люди несовершенные, только нам спастись мешают. Так бы мы сразу в рай попали, если бы вот не они. Однако нормально, нормальная ситуация. Господь наверняка ходил мимо этой смоковницы не раз. И, может, так это запомнилось всем ученикам, и они записали в Евангелии это, потому что вот как-то ходили, вроде Господь ничего смоковнице не говорил, а тут раз, и чудом ее засушил. Точно так же и здесь. Мы видим, вспоминаем притчу о сеятеле, самую первую притчу, которую Господь сам и истолковал, что вот Господь сеет семя, проповедь, и она произрастает с разной степенью успеха, на тернистой, каменистой, поклеванной птицами земле, а вот где-то на доброй земле растет. Точно так же вот эта добрая земля, которая, она произрастает, на ней добрый плод, еще этот плод мог не успеть просто себя произвести. Однако уже зелень есть. Вот, в принципе, нам, как людям северным, легче будет понять, как весна, весна радует. Весна радует, когда вот снег сходит, ручьи потекли, и вот там вербочки, сначала серенькие, мягенькие кисточки, а потом уже и первые листики, а потом раз, и травка уже зеленеет, и какая-то радость по взгляду, который, конечно, был в восторге от той порой красоты, от перелива снега, от блеска льда, яркий солнечный день, но все-таки вот весна, весна, как это приятно на эту зелень взглянуть. Для человека, для русского, который ждал урожая, какие-то зимние запасы заканчивались, это, конечно, было время еще не совсем расслабиться. Зимние запасы закончились, а только начнешь огородные работы, и что-то на огороде поспеет. Ну, может, поспеет поскорее. А когда и сколько, вопрос. А уж запасы хлеба, так вообще ты, в принципе, только уже ближе к концу лета кости не заберешь. Поэтому, может, сейчас, наоборот, впроголодь-то и придется уже жить. То есть надо терпеть. Радость есть в душе русского человека, привычного жить по такому-то хельскохозяйственному календарю. А тем не менее, понимаешь, пояса надо затянуть, надо продержаться. И более того, не просто продержаться, сидеть на месте, а сейчас придется трудиться, хотя, может, и сил-то нету, потому что уже запасы хлеба на исходе, и, в принципе, весь провиант. Точно так же и мы. Ну, давайте, конечно, мы, поскольку любим осуждать ближних, начнем с них. Нам кажется, вот вокруг наши ближние. И вот они, да, вроде даже самое главное, те самые ближние, с которыми мы в храме. То есть вот наши братья и сестры во Христе. И мы видим, какие они несовершенные. Причем, начиная с батюшки. Насколько несовершенен священник. И нам кажется, вот это некоторый повод, что вот Господь должен испепелить, начиная от батюшки и соприхожан, и заканчивая просто нашими друзьями, коллегами, родственниками, да, какие-нибудь там отношения непростые, там, со свекровью, с тещей, да, там, с родными братьями и сестрами, как враги человеку домашние, его Господь говорит. Просто коллеги на работе, и даже друзья, которые мы вроде дружим, а они как-то с нами дружат меньше, чем мы с ними. Вот они так-то, а мы-то, во как. То есть все время нам заметно вот это несовершенство окружающих людей. И, а порой нам кажется, не, ну, а вот вообще есть какие-то злодеи, злодеи, у которых есть там и деньги, и власть, и как же их Господь тоже не испепеляет. Вот, Господь оценивает итоговый плод. Вспоминаем, как Иоанн Претечий еще до пришествия Христа говорил, «Все секира при корнях лежит». Да, вот древо, не приносящее плод, посекается и бросается в огонь. Или вот плевелы произросли, и тоже в другой притче мы вспоминаем, что Господь не посылает плевелы сразу выкорчевать. Говорит, нет, будет урожай, и вот его соберут, и тогда плевелы уже в огонь будут метать. Потому что как бы не навредить полезному растению, которое урожай приносит. Точно так же Господь, вот мы, как его словим, долготерпеливый и многомилостивый. Господь терпит и не карает не потому, что он считает нормально, что человек только, вот, ну как-то там плода совсем не приносит, или только вот плод вырос, но как смоковница только эти листики зеленеет, вот эти зеленые колоски. Нет, он понимает нормально, что пока что человек находится в этом духовном росте. Каждый в своем темпе, каждый начал тоже произрастать в разное время. Вот как тоже уже там яровые, азимые культуры, ну по-разному начинают в разное время зеленеть, в разное время пролодоносить. Вот точно и так же мы берем, и, конечно, нам очень тяжело, если мы не видим со стороны ближних вообще никакого плода, особенно со стороны, вот, ну, каких-то своих учеников, или даже там своих родных детей, или со стороны, что тоже самое сложное, вот кто-то нас обижает, делает всякие гадости, да, сходит с камнем за пасухой, а ты стараешься все равно к нему по-христиански относиться. И Лука говорит, все зря, все тщетно, не тщетно. Уже, более того, Господь нам показывает порой, что вот хоть какое-то изменение, что мы там вкладывали, вкладывали, чтобы дети там не получали плохих отметок в школе, и репетиторов нанимали, и сами сидели, и следили, то есть вот, ну, ребенок взял, ну, уже все, там не тройки, ну, а частично тройки, частично четверки, ну, уже без двоек. Да, хотелось, чтобы стал отличником, но уже хоть какой-то результат. Да, там стараешься как-то воспитать, чтобы поведение было лучше тоже, и где-то терпишь, где-то там не заводишься, а раз и то же какая-то вроде неблагодарность, а потом сравниваешь, чуть-чуть лучше человек стал. И точно так же там, или начальнику на работе показываешь, как ты трудишься, а он вместо того, чтобы тебя оценить, повысить, там назначить, тоже уже каким-то своим помощником, ну, да, молодец, хорошо, ну, уже похвалил, уже не уволил, уже в принципе хорошо. Это мы видим зелень усилий человеческих, пусть, может, и не очень осознанных, не то, что они осмыслили, ой, я приближаюсь ко Христу, к Царствию Небесному, но хоть каких-то, и это должно нас укреплять. Поэтому практическое указание из этого стиха нам, вот про эту зелень на пути к Царствию Небесную, она нам действительно очень-очень нужна. Лукавый всегда будет клеветать на каждого в нашем сердце. Он будет говорить, посмотри, там, жена не права, не права, да, ну все, надо там ссориться, обижаться. Да, вот, ну, тут кто-то там, обидчик так делает, ну, все, его там зарезать там надо. И так далее. Все время он подсказывает нам картину, которая чуть-чуть немножко кажется истиной, но на самом деле полна лжи. Потому что сатана нам свидетельствует, что вокруг нас выжженная сухая земля, на которой ничего не произрастает, а Господь говорит, не слушай его. Вокруг тебя зеленое поле. Вот представь, это зеленый лужок. Да, как на нем приятно уже там выйти прогуляться летом. Да, это пока еще зеленые колосси. Да, ты ждешь, что они принесут плод. Да, ты хочешь, чтобы был плод, который можно вкусить, который тебя на следующей земле пищей обеспечит. Ты с голода не умрешь. Там, ну, особенно вспомнить какие-то случаи, как вот люди, правда, с голода там умирали в блокадном Леграде. Вот это. Им важен не зеленый лужок, им важен кусок хлеба. И вот нам тоже охота сказать, Господи, важен мне уже результат. Не хочу это терпеть, не хочу терпеть эти обиды. Почему на меня это все сваливается? Господь говорит, земля уже не выжженная, не сухая, или не наоборот, она не запорошена снегом, вот этим слоем толстым, который ничему не даст прорасти. Нет, она уже зеленеет. Потерпи немного. Потерпи немного на одном своем ближнем. Потерпи немного с другой ситуацией. Но чтобы это терпение было, это не терпение такое безнадежное. Ой, нет, все потеряно, и я просто должен там смиряться, терпеть, вот какие православные неудачники. Нет, наоборот, православный человек смотрит, и у него не сбитый с сатаной объективный анализ ситуации. Он видит, что уже чуть-чуть зерень зеленеет. Да, может, какие-то колоски не вызрют, почвы неплодородные, засуха, или наоборот, дожди там на корню начинают гнить все. Что-то не вырастет. Но уже, что зеленеет, значит, ну, хотя бы треть, хотя бы половина, хотя бы там несколько колосков урожая принесут. Даже в душе самого злодея, который нам не друг и враг, но все равно мы знаем, нет, что-то он сможет сделать доброе. Но с него несколько колосков. А там наши какие-то ближние, которым мы все, ой, почему же у них там из десяти колосков девять плодоносится, десятый нет. Так они, может, и девятый с половиной колосок тоже принесут. Мы уже, поэтому, прочитав этот стих, для того, чтобы нам проще было терпеть окружающий мир, должны оценивать, настолько ли все плохо, нет ли некоторой перспективы, нет ли изменения, нет ли вот нашей любовь, которую мы вкладываем в окружающих людей, может, она все-таки от нее есть отдача, пусть и не такая, а хотя бы минимальная. Но и в заключении, конечно, нельзя не сказать о нас самих, потому что, конечно, ближнего мы горождаем осуждать. Но здесь нам это некоторое тоже упование, потому что мы смотрим, и нам кажется, вот я хожу в храм, неважно, с детства, последние 20 лет, последние 10 лет, уже год хожу в храм, или я уже, иногда люди и такое, прям возмущаются внутри себя и переживают, сокрушаются. Я уже там неделю хожу в храм, а я такой же, как и был. Что толк, что я вот причаст, что толк, что исповедую, что я в храме молюсь? Истана говорит, уходи из храма, не нужно это ничего. У тебя уже поле зазеленело, надо брать и просто не останавливаться. Да, если у тебя поле зазеленело, а ты, ой, ничего не растет, и взял все поджег, ну, весь урожай сгорел, еще не зародившись, в колос, не вошедший. А если ты все-таки взял и это увидел, сказал, спасибо тебе, Господи, я сам только землю своей души предоставил, ты в меня посадил, это Царство Небесное, ты через Таинство Церковное меня укрепляешь, как вот это урожай пшеницы растет, благодаря солнышку поливается дождиком, который посылает Господь, точно так же и в нашей душе это все поливается, согревается таинствами, в которых Господь свою божественную любовь приносит. И поэтому мы уже видим, когда есть, есть хоть какая-то зелень, есть какие-то, все, что ты поддерживаешь уровень, то знаешь, да, Господи, может, не сейчас, мы не знаем, какой период созревания, да, там где-нибудь в Индии три урожая в год собирают, а у нас один собрали, и слава тебе, Господи. Точно так же и может наша окаменевшая душа, да, она вот 20 лет в храм ходишь, а все такое же осталось. Так нет, может, ей не 20, может, ей 40 лет нужно. Поэтому мы остаемся, терпим и стремимся ко Господу. И тогда обязательно у нас вот эти колоски, как тут сказано, будет полное зерно в колосе. Причем тоже это не сразу, не мгновенно будет. Сначала от зелени будет сам колосок, а тоже еще зерна не будет. А потом уже будет и зерно. И уже его можно будет принести к нашему царю и владыке Господу на страшный суд. И Господь скажет, войди в радость Господа, своего наследа вечной жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok